Всем привет! Сегодня, как и обещал, посмотрим на потенциально народной сборке с 1660 GTX. В прошлый раз мы его тестировали в идеальных и оптимальных условиях, то есть с i7 и i5 соответственно. Сегодня же посмотрим, как эта видеокарта себя проявит с процессорами, скажем так, начального игрового уровня. Это i3-800 и Ryzen 1400. 1660 GTX, который не Ti, насколько я понял, успел появиться в продаже всего в одном магазине. И стоит он там на 1000 рублей дороже, чем его рекомендованная цена. Он должен стоить 17900, но считайте 18. Больше, чем обещали, но, честно, я боялся, что, может быть, задерут на него там до 20 с лишним. Но нет, к счастью, обошлось. И, может быть, даже цены еще несколько устаканятся, и реально через пару месяцев или даже пару недель мы увидим обещанный ценник 17900. Но в любом случае, с этой видеокарты сейчас можно собрать полностью системный блок за 40-45 тысяч рублей. Кстати, если вы тоже себе хотите хорошую игровую сборку по соотношению цена-производительность, но при этом, чтобы ее можно было еще взять с собой куда угодно, то специально для вас создали ноутбук Acer Nitro 5. Он базируется на четырехъядерном процессоре Intel Core i5-7300HQ с максимальной частотой в 3,5 ГГц. 12 ГБ оперативной памяти позволяют не думать о количестве открытых вкладок в браузере, а за вывод графики на шикарный 15-дюймовый IPS-экран отвечает GTX 1050 Ti с объемом памяти в 4 ГБ. Эта карта уже давно себя зарекомендовала как хорошее решение для игр с Full HD-разрешением за приемлемую цену. Ноутбук продается в сети магазинов M-Video, и по ссылке в описании вы можете посмотреть цены и доступные конфигурации. И коротко о сегодняшних тестовых стендах. Значит, как я уже говорил, один из процессоров это i3-800, он будет, естественно, в стоке, потому что разгон у него не подразумевается. Оперативка с ним будет работать на частоте 2400 МГц, это будет две планки по 4 ГБ. То есть предполагается, что вы прям сильно экономите и покупаете не Z-материнку. Ну и, соответственно, 2400 МГц, стоковая частота оперативки для этого процессора, 8 ГБ, но это пока что общепринятый стандарт. Хотя я уже говорил, что пора пересаживаться на 16, но 8 все-таки более популярный объем. А вот 1400 Ryzen будет разогнан до 3,8 ГГц, с ним будет также две планки оперативки по 4 ГБ, но на частоте 2800 МГц. Потому что в случае с Ryzen даже самые дешевые материнки позволяют разгон, не считая уже там совсем базового A чипсета, но разница между A и B чипсетом бывает меньше 800 рублей, поэтому не разогнать Ryzen это очень странно. Это одна из его основных фишек и потребностей. Разгон, как видите, не экстремальный и доступный любому пользователю. Да, процессоры оказываются немного не в равных условиях, но все-таки тут с разгоном тут без, но изначально это разные процессоры. У i3-800 всего 4 ядра 4 потока, у 1400 Ryzen 4 ядра 8 потоков. Это абсолютно разные платформы с разной архитектурой, поэтому вгонять их в одинаковые условия смысла нет. Они скорее находятся просто, обе платформы, в реалистичных условиях, в тех, в которых они скорее всего будут у конечного потребителя. Ну и сравним эти показатели с тем, что получилось в прошлый раз на процессоре i5-8400 с 16 гигабайтами оперативки на частоте 2600. Итак, поехали! По традиции начинаем тесты с графически простого, но тем не менее популярного Overwatch, Full HD разрешения и эпический пресет графики. За прошедшее время успело выйти обновление для программы мониторинга, и теперь она корректно отображает статистику видеокарты. И, как видите, наш сэмпл работает на частоте в районе 1900 МГц, и при этом не греется сильно выше 60 градусов. Так что, как минимум, у гигабайтовских видеокарт с температурами все нормально. По фреймрейту, в среднем на всех системах получаем больше 100 кадров в секунду, и разница тут совсем небольшая. У i3-8100 107 кадров, у 1400 райзена 105, и у i5-8400 104. По просадкам разница чуть более заметна, но тоже все в очень приличных рамках. То есть у 800 1% кадров 68, у 1300 райзена 76 и у i5-8400 79. Правда, i3-8100 при этом почти все время грузится на 100%, а 1400 райзен на 60-70. Apex Legends. Full HD разрешение, максимальный пресет графики, и здесь четырехъядерному i3-8100 тоже приходится не сладко. Иногда нагрузка на него опускается до 60-70%, но не часто, гораздо чаще можно увидеть полную загрузку по всем ядрам. Однако комфортно поиграть это не мешает. По фреймрейту все три сегодняшней системы здесь малоразличимы. i3-8100 даже вырвался несколько вперед, но опять же, нужно помнить, что это игра с большим открытым миром, тест в реальном мультиплеере, так что это не столько показатель преимущества процессора, сколько погрешности. И все же по цифрам. У i3-8100 средний фреймрейт 89 фпс с просадками до 57, у 1400 райзена 84 кадра в среднем и просадки до 54, и i5-8400 выдал 85 фпс с просадками до 55. Far Cry 5. Максимальные настройки и все та же картина. i3-8100 грузится почти все время на 100%, но тем не менее показатели на всех системах почти одинаковые. Средний фреймрейт на 8100 получился 72 фпс, на 1400 райзене чуть ниже 69, ну и на сборке с i5-8400 получилось 77 кадров. Ну и наконец-то Call of Duty Black Ops 4 на максимальных настройках в режиме королевской битвы все расставляет по своим местам. Естественно, i3-8100 все время нагружен на 100%, но теперь у него и фреймрейт ниже, чем на остальных системах. В среднем это 74 кадра в секунду с просадками до 41, в то время как на 1400 райзене аж на 10 кадров больше, 84 с просадками до 47. Ну и грузится этот 8-поточный процессор все-таки меньше, судя по мониторингу, от 75 до 90%. В случае же с i5-8400 мы имеем в наличии всего 6 ядер, но зато они более мощные, так что средний фреймрейт там аж 90 кадров с просадками до 54. И примерно такого же расклада я ожидал в Assassin's Creed Odyssey. Но нет, тут все процессоры грузятся под завязку, что i3, что i5, что 1400 райзен, и опять же все три системы выдали почти одинаковые показатели. 43 кадра на i3, 42 на 1400 райзене и 45 кадров на i5. Даже по просадкам все очень похоже. 27 кадров у i3, 26 у 1400 и 30 у i5-8400. В итоге довольно неплохо. По фреймрейту даже получается, что разницы между разогнанным 8700K и i3-800 в стоке с 1660 GTX практически нет. Это не значит, что процессоры сходные по производительности, это значит, что для этой видеокарты i3-го достаточно. Ну, понятное дело, что i3-800 да и 1400 райзен нагружены почти под завязку, но это уже вопрос бюджета. То есть, если кошелек позволяет, то, конечно, берите более многоядерный процессор. Но если мы ограничены тем же лимитом в 40-45 тысяч рублей, то тут как-то вариантов немного. Да, можно взять 2600 райзен, но тогда придется чем-то жертвовать, учитывая, что у нас и так подразумевается бюджетная материнская плата и всего 8 гигов оперативки, то единственное, на чем мы можем сэкономить, это на видеокарте. А дешевле 1660 GTX, ну, если только 1050 Ti, потому что тот же GTX 1066 гиговый сейчас стоит дороже, при том, что он фактически медленнее. Ну и потом, если вы собираете компьютер чисто под игры и не собираетесь стримить, рендерить на фоне или запускать виртуальные машины, то, в принципе, этих мощностей хватает. Еще важный момент. Не стоит забывать, что нынешний i3-800 это фактически аналог предыдущих i5. Ну, то есть, 4 ядра, 4 потока. Так что, если у вас нечто подобное сейчас стоит в компьютере, и вы сидите на видеокарте уровня GTX 750 Ti, 950, то можно просто купить GTX 1660, и все будет замечательно, прирост вы почувствуете. Ну и в плане апгрейда это не так дорого. На этом все. Спасибо за внимание. Надеюсь, что вам было интересно и полезно. Если так, то подписывайтесь на канал, рассказывайте друзьям, и скоро увидимся в новых выпусках. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok